Добрый день, уважаемые десятиклассники! Мы продолжаем с вами цикл уроков физики, которые посвящены рассмотрению различных видов движения. И сегодня мы с вами на уроке рассматриваем равномерное движение по окружности. Что же это за движение и чем оно отличается от остальных видов? Давайте с вами сначала дадим определение этому виду движения. Итак, равномерным движением по окружности называется такое движение, при котором тело поворачивается на одинаковые углы за равные промежутки времени. Обратите, пожалуйста, внимание на презентацию. Мы с вами рассматриваем движение по окружности на примере движения Земли вокруг Солнца. За каждые три месяца Земля поворачивается вокруг Солнца на угол 90 градусов. То есть получается, что это движение по окружности равномерное. При движении по окружности скорость тела направлена по касательной к окружности. И в моменты движения скорость будет изменять свое направление, но по модулю оно будет оставаться одинаковым. Поэтому мы с вами говорим именно о равномерном движении по окружности. Модуль скорости и модуль ускорения при движении по окружности величина постоянная. А вот направления этих векторов будут изменяться. Итак, рассматриваем ускорение при движении по окружности. Рассмотрим движение тела при перемещении по окружности из точки А в точку Б. Мы уже с вами сказали, что скорость направлена по касательной к окружности. И при перемещении направление скорости будет изменяться. Посмотрите, скорость с точки А и скорость в точке Б. Для дальнейшего рассмотрения движения мы с вами должны переместить вектор скорости из точки А в точку Б. И тогда у нас тело, перемещаясь по окружности, описывает некоторый угол, который мы с вами обозначаем буквой Фи. На рисунке вы видите, что у нас вектора, из-за того, что они направлены в разные стороны, у нас появляется вектор разности скоростей, который обозначен на рисунке красным светом. Это вектор изменения скорости дельта В. На прошлых уроках мы с вами вводили понятие вектора ускорения и говорили, что это отношение изменения вектора скорости к промежутку времени, за которое это изменение произошло. То есть вектор скорости, ускорение равен отношению изменения вектора скорости к промежутку времени дельта Т. Мы видим, что вы получить вектор ускорения, необходимо вектор скорости разделить на дельта Т. Дельта t – это величина всегда положительная, поэтому вектор скорости и вектор ускорения, а в данном случае вектор изменения скорости будут сонаправлены, и так как вектор дельта v направлен на рисунки по радиусу окружности к ее центру, следовательно, и ускорение будет направлено по радиусу окружности к ее центру, и поэтому называется оно центростремительное. Формула для вычисления центростремительного ускорения имеет следующий вид. Это отношение квадрата скорости тела к радиусу окружности. При рассмотрении движения тела по окружности мы с вами будем говорить не просто о скорости движения. Мы будем под скоростью понимать мгновенную скорость, то есть скорость тела в данный момент времени. Но помимо мгновенной скорости нам нужно будет познакомиться с еще одной величиной, это угловая скорость. Но для этого мы с вами вспомним, что такое период обращения и частота. Итак, при обращении тела по окружности период это время, за которое тело совершает полный оборот по окружности. Обозначается период буквой Т и равен отношению времени к количеству оборотов тела по окружности. И единица измерения периода является секунда. Вторая величина – это частота обращения. Обозначается она буквой Ню. Это число оборотов по окружности за единицу времени. И, соответственно, Ню равно Н разделить на Т, где Н – это количество оборотов за время Т. И единицей измерения частоты является единица, деленная на секунду, или 1 Гц. Обратите внимание, что формулы периода и частоты взаимообратны. Поэтому период будет равен единице делить на Ню. И, соответственно, Ню будет равно 1 делить на Т. Если мы с вами рассмотрим движение лопастей вентилятора, то мы можем сказать, что чем быстрее движутся лопасти, тем больше частота обращения и, соответственно, меньше период. Так что же такое линейная и угловая скорость при движении по окружности? Линейная скорость – это скорость движения. То есть это величина, которая показывает, какой путь проходит тело в единицу времени. А угловая скорость обозначается буквой Омега и показывает, на какой угол перемещается тело в единицу времени. То есть это скорость поворота. Соответственно, линейная скорость обозначается буквой В и измеряется в метрах в секунду. А вот угловая скорость измеряется в радианах делить на секунду. Я вам напоминаю, что радиан – это одна из мер угла. И наша задача сейчас с вами посмотреть, как зависит линейная скорость от угловой. Как же они связаны друг с другом? Рассмотрим для этого движение тела по окружности. Итак, при движении по окружности линейная скорость будет равна путь разделить на время. А угловая скорость – это угол поворота в единицу времени. То есть мы угол делим на время. Рассмотрим случай, когда тело совершает у нас один оборот. За один оборот проходит время, равное периоду. И тогда путь, пройденный телом, будет равен длине окружности и равен 2πr. Подставляя все это в формулу линейной скорости, мы с вами можем записать, что скорость равна 2πr разделить на период, так как время равно периоду обращения. Мы с вами сказали, что период и частота – взаимообратные величины. Заменяя период на частоту, мы получаем формулу зависимости линейной скорости от частоты. То есть вот это основные формулы, по которым может быть вычислена линейная скорость. Теперь переходим к угловой скорости. Омега равно. Мы с вами сказали, что угловая скорость – это угол поворота в единицу времени. За один оборот по окружности тело перемещается на угол φ, равный 2π. Подставляем. Получается 2π разделить на время, равное периоду. То есть формула для вычисления угловой скорости – 2π разделить на t. Заменяем период на частоту и получаем формулу связи угловой скорости с частотой. Это основная формула для вычисления угловой скорости. Теперь посмотрите. В формуле скорости у нас есть 2π и ν. А 2π – это есть не что иное, как угловая скорость. Таким образом, мы получаем, что линейная скорость будет равна омега умножить на r. То есть линейная и угловая скорость зависят друг от друга линейно. И это формула связи линейной и угловой скорости. Вот эти формулы, которые мы с вами получили, это основные формулы для описания равномерного движения по окружности. Плюс еще одна формула для вычисления центра стремительного ускорения. А где же применяется этот вид движения? Мы с вами встречаемся с данным видом движения практически повсеместно. Потому что любое криволинейное движение мы можем с вами привести к движению по окружности. Потому что поворот – это часть окружности, которую описывает тело. Также этот материал используется для расчета движения спутников вокруг поверхности Земли. Например, для геостационарных спутников, которые находятся на орбите и все время должны висеть над одной и той же точкой поверхности Земли, необходимо, чтобы угловая скорость точки поверхности Земли и геостационарного спутника были одинаковыми. А вот линейная скорость спутника должна быть больше. Ну и чтобы закрепить наш материал, мы с вами рассмотрим решение нескольких задач, которые встречаются на едином государственном экзамене. Например, первая задача. Два велосипедиста совершают кольцевую гонку с одинаковыми угловыми скоростями. Положение и траектория велосипедистов показаны на рисунке. Чему равно отношение линейных скоростей велосипедистов? Итак, на первый взгляд в задаче ничего не дано, то есть числовых данных нет. Но из условия мы видим, что одинаковые угловые скорости, значит угловая скорость первого велосипедиста равна угловой скорости второго, то есть омега первая равно омега второму. Но у нас есть еще и рисунок, согласно которому мы видим, что радиус траектории первого велосипедиста равен r, а радиус траектории второго велосипедиста в два раза больше, то есть равен 2r. И нам нужно найти отношение линейных скоростей движения велосипедистов. Мы только что с вами получили формулу связи линейной и угловой скорости, то есть v равно омега r. Таким образом, зная эту формулу, мы можем получить отношение скоростей v1 разделить на v2. Подставляем вместо скоростей омега 1r1 вместо первой скорости и омега 2r2 вместо второй скорости. Так как у нас угловые скорости одинаковы, то мы можем с вами сократить на омегу и получаем r1 разделить на r2. По условию задачи радиус первой окружности это r, а радиус второй окружности 2r. Таким образом, мы получаем, что отношение линейных скоростей равно 1,2. Отсюда мы можем сделать вывод, что скорость движения второго велосипедиста должна быть больше скорости движения первого велосипедиста в два раза. Следующая задача, на которую хочу я обратить ваше внимание. Велосипедист едет по кольцевому велотреку диаметром 200 метров с постоянной по модулю скоростью. За минуту он проходит путь, равный 3 диаметрам трека. Чему равен модуль ускорения велосипедиста? Итак, записываем условия задачи. Нам известно, что диаметр велотрека равен 200 метров. Сказано, что за минуту велосипедист проезжает путь, равный 3 диаметрам трека. И время 1 минута переводим, получаем 60 секунд. Нужно найти центростремительное ускорение движения велосипедиста. Формула для центростремительного ускорения имеет вид квадрат линейной скорости разделить на радиус. Мы с вами знаем диаметр велотрека. Он равен 200 метров. Следовательно, радиус трека в два раза меньше, то есть 100 метров. И чтобы посчитать центростремительное ускорение, нам нужно записать формулу линейной скорости. А формула линейной скорости – это путь разделить на время. В данном случае у нас путь равен 3 диаметрам. То есть, получается, подставляем 3 диаметра разделить на время. По условию задачи нам все известно, поэтому подставляем и считаем. Скорость равна 3 умножить на диаметр у нас 200 метров и разделить на время 60 секунд. Таким образом, при вычислении мы получаем, что у нас линейная скорость 10 метров в секунду. И теперь мы можем вычислить центростремительное ускорение. А центростремительное равно, вместо В подставляем 10 в квадрате, разделить на радиус 100 метров и получается 1 метр на секунду в квадрате. Итак, мы с вами посчитали центростремительное ускорение движения велосипедиста. Эти задачи как раз и встречаются на едином государственном экзамене. Спасибо за внимание.